Парни, соблюдайте правила. Внимательно слушаем мои команды. После команды стоп, удары не носим. Пожали руки. Ру-два. Первым отличием весеннего камчатского турнира по современному панкратиону 2016 от его прошлогоднего предшественника стал новый международный формат соревнований. На бои восьмиугольник роллер-дрома впервые вышли бойцы под флагами России, Таджикистана и Филиппин. Камчатский край представили 11 спортсменов, часть из которых уже завоевала популярность в октагоне среди местной публики. Первые три разогревочные поединка андеркарда прошли с участием исключительно камчатских спортсменов. В стартовых парах Виктория улыбнулась Руслану Бисаку, Денису Валову и Владимиру Салаутину. На Камчатке я отметил, что это в тот раз, в первый приезд сюда, в ноябре прошлого года, очень много хороших, талантливых и перспективных ребят. И вот сегодняшний Крастонир показывает, что даже за столь малый промежуток времени, который прошел с ноября прошлого года, ребята очень сильно выросли. Именно как смешанники. То есть, если мы в первом турнире видели противостояние чистых ударников, борцов, то на сегодняшний день даже ребята-дебютанты, они пытаются работать и в партере, и в стойке. В главной карте бойцовского турнира Николай Саенко из Петропавловска уступил техническим нокаутом хабаровчанину Одиссею Аглы. Проиграл свой стартовый поединок в октагоне и Али Хайбулаев. Итог скоротечного боя Камчатца с представителем ММА Хабаровска Арманом Царукяном неутешительный. У Али перелом челюсти и сотрясение мозга. Следующий бой Майнкарда между Василием Тимофеевым и Петропавловской хабаровчанином Юрием Кавко стал одним из самых зрелищных во втором камчатском сезоне. Тимофеев вернул долг хабаровским коллегам, победив единогласным решением судей. Позже станет известно, что второй раунд представитель камчатской школы каратэки Акусинкай провел со сломанной правой рукой. Что не помешало Василию довести свой дебют в октагоне до победного конца. В единственном женском поединке вечера в клетке сошлись Наталья Сафронова из Петропавловска и дебютантка ММА Кристина Деречия из Благовещенска. Как и в ноябре 2015-го на Кубке Камчатки, в родном восьмиугольнике перспективный боец из краевой столицы завершила битву в первом раунде болевым приемом на руку. Очень сложно, потому что всегда соперники меняются, подбираются под меня, я под них подбираюсь. Я буду стараться работать как и работаю сейчас, и по рукопашке, и по смешанным единоборствам. Можно даже еще что-нибудь прибавить, в других видах себя попробовать. В последнем бою Майнкарда, известный местным ценителям спорта по первому сезону ММА морской пехотинец Мурат Асланов, на родном конвассе уверенно победил Ариэля Бенедикта из Филиппин. С иностранным представителем тайского бокса Мурат разобрался за 1 минуту 40 секунд, завершив мучения филиппинца популярным в этот вечер болевым приемом на руку. Завершил шоу главный бой второго камчатского сезона между победителем прошлогоднего Кубка Камчатки Александром Мережко из Благовещенска и бойцом из Таджикистана Салимханом Садуловым. Мережко одержал уверенную победу над соперником успешным болевым приемом в портере на исходе первого раунда. И этот бой сам Александр назвал принципиально. На вызове Амура, который прошедший турнир у нас в городе, мой близкий друг дрался с Салимханом, к сожалению, проиграл, хотя доминировал весь бой. И нельзя назвать, конечно, это местью, но я очень хотел выиграть. Должок вернул. Должок вернул. Зал был полный, но мог быть еще более полным, утверждают организаторы. Многие зрители сетовали на дорогую стоимость билетов. Впрочем, подобные шоу ММА во всем мире никогда не были и не будут бесплатным зрелищем. Это бизнес в спорте, и он требует окупаемости для промоушен-организаций и самих спортсменов, которые не щадят ни сил, ни здоровья ради победы и ради зрителя. При том, что уровень камчатского сегмента Mixed Martial Arts заметно вырос за кратчайшие сроки. А это значит, что панкратион обрел в столице нашего края постоянную прописку. Вырос уровень организации, то есть убрались те шероховатости, которые меня, допустим, ну, слегка раздражали первый турнир. Здесь все без сучка, без задоринки, ровненько прошло. Хочется отметить, полгода, и спортсмены выросли по уровню, они уже понимают, как готовиться, да. Помните, первый турнир, первые бои вызывали недоумение, ребята не понимали, что они делают в этой клетке, да. Сейчас мы видим, что люди технически, тактически понимают, к чему они готовились и выступают, соответственно, смотреть было приятно. Время и место проведения третьего сезона бойцовского вечера на нашем полуострове будут объявлены в ближайшие два месяца. Теперь президенту Камчатской Федерации современного панкратиона Виктору Новикову и главе панкратиона «Всея Дальнего Востока» Дмитрию Канькову предстоит обсудить все возможные варианты и условия. По информации из компетентных источников, не исключено, что грандиозное бойцовское шоу под номером три камчатцы увидят ближайшей осенью. А в главном бою вечера впервые выступит камчатский гладиатор. Дмитрий Пюкин, Матвей Парамошин, Михаил Москвин, Василий Кунашев, Антон Скрипаченко, информационное агентство Камчатка.